В селе Ребриха газ пришел и в дом Тюниных. Раньше Сергею и его супруге Ольге приходилось отапливаться углем и дровами, что было довольно затратно. В этом году семья подала заявку на догазификацию. Газовые сети до границ земельного участка им построили бесплатно. За свой счет Тюниные установили котел, счетчик и провели трубы в домовладении. С газом приятно работать, готовить женщине удобно очень. И газ такой, что не коптит. А то, что с отоплением, это вообще фурор. Такого у нас в районе никогда не было. Не знаю, какие будут финансовые расходы, но по договору стоимость около 7 рублей кубометра. Ну вот мы сейчас уже нажгли рублей на 20 всего. Для газификации села Ребриха построено 13 километров газопроводов. Сейчас специалисты компании «Газпром» газораспределения Барнаула продолжают подключать абонентов. В списке больше 1700 жителей райцентра. 90% заявок уже перевели в договоры. А в перспективе газифицируют и местную котельную. Социальная догазификация – это вопрос социальной справедливости, потому что объективно у нас есть ситуации, когда в одном населенном пункте по одной улице, одна сторона улицы, дома стоят с газом, другая – без газа. Вот для устранения этой несправедливости была разработана программа, которая активно реализуется компанией «Газпром». Власти уверены, в следующем году возможность подключиться к природному газу появится в каждом доме Ребрихинского района. В других селах муниципалитета продолжают строительство газопровода. Написать заявление и получить консультацию по социальной газификации можно в мобильных офисах, которые работают по всей стране. Мы ждем заявок, потому что, вот пример Алтайского края, 58 тысяч домовладений находятся в газифицированных населенных пунктах, но у нас, к сожалению, только 25 тысяч заявок. 25 тысяч заявок, 25 тысяч заключенных договоров. И для того, чтобы в каждый дом пришел газ, нужно обратиться любым удобным способом. Подать заявку на подключение можно через МФЦ или госуслуги. Из документов потребуется лишь паспорт, СНИЛС и свидетельство о праве собственности. Правительство края предоставляет право получить компенсацию за расход на газовое оборудование от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от категории граждан. Речь идет, конечно, в первую очередь о людях в трудной жизненной ситуации, с низкими доходами, о нуждающихся в так называемой категории, о детях войны, ветеранах боевых действий, чтобы окончательно газ вошел в дом, а не просто подошел к границе земельного участка. А к 2025 году газопровод планируют построить в Славгороде и Рубцовске. Работу по этим направлениям уже начали. В газификацию региона должно быть вложено около 60 миллиардов рублей. Это самая крупная программа газификации населения в масштабах страны.